Всем привет! Ну что, сегодня мы будем говорить про платформы, на которых вы можете продавать NFT. Их существует достаточно много, и я попробую вам объяснить, очень понятно, по-простому, NFT на доступном. Попробую объяснить, в чем же разница, какие есть плюсы, какие минусы, и остановимся мы более подробно про OpenSea. Ну что, готовы? Тогда погнали! Собственно, да, платформы, которые хорошо подходят новичкам. Я собрала здесь небольшую подборку, вы потом уже сможете сами посмотреть, попробовать. Возможно, что-то вам понравится, кроме OpenSea, попробовать зарегистрироваться, потому что принцип регистрации достаточно простой. Про него поговорим чуть попозже. Сейчас, чтобы вы понимали, что все платформы делятся на несколько типов. по валютам, которые, криптовалютам, которые они принимают. Но вот валюта, которая не так давно появилась и стала работать с смарт-контрактами, то есть с вот этим хвостом, с NFT-шным, где все записано, что с токенами, которые делают их взаимонезаменяемыми, взаимонезаменяемыми. Это Tezos и платформа Object, которая идеально, наверное, подходит для тех, кто начинает. Там представлено достаточно много работ, но все они не очень дорогие, небольшие. В основном это цифровые, очень много генеративного искусства, много коллажей и цифровых работ. Собственно, если вам это интересно и ваша специализация Digital, обратите внимание на эту платформу. Следующие платформы, они работают на эфире. Собственно, с появлением этой криптовалюты эфир началась эра NFT. Собственно, Виталик Бутырин, это человек, который придумал эту криптовалюту и придумал то, что можно в токен зашивать этот смарт-контракт, хвост, ну, как угодно его называют, там, где записана вся-вся-вся информация про токен. Человека зовут Виталий Бутырин. И валюта, которая используется, криптовалюта, это эфириум. И, собственно, с появлением NFT начали развиваться именно платформы, которые торгуют NFT-артом. Самое главное, самое большое, самое интересное – это фоундейшн. Еще несколько лет назад на нее было очень сложно попасть. Попасть туда можно было только по инвайту. Собственно, платформа работает со всеми видами NFT. Она немножко замороченная и сложная, но вот просто оцените количество NFT, которое сейчас представлено на ней – 1 миллион. При этом всего лишь 52 тысячи коллекций и зарегистрировано профилей 1 миллион 3, ну, практически 400. Собственно, здесь можно продавать как классические работы, как вы видите, digital, фотографии, то, о чем я вам говорила. Вот классическая работа. Собственно, да, это серьезная платформа. И чтобы выйти на нее, нужно быть абсолютно готовым. Я имею в виду, у вас должна быть, было уже, вы должны попробовать, хотя бы даже не продавать, а начать создавать коллекции, начать коммуникации с вашими потенциальными покупателями, то есть начать ориентироваться в этом странном, криповом мире, но, тем не менее, безумно интересном. Следующая платформа OpenSea. Про нее мы будем говорить поподробнее и даже будем там регистрироваться. Но следующие платформы вы можете сами посмотреть. Давайте остановимся на платформах, которые работают с биткоинами. С биткоинами работает совсем недавно. В этом году начала работать крупнейшая криптобиржа Binance. У них появился раздел NFT. И, собственно, вы можете создать NFT и выложить его на Binance, что достаточно удобно. Да, вот вы видите, здесь можно сразу же покупать, продавать, пополнять через банки. Держать фиатные деньги. Ну и вот появилась финансовая NFT. То есть замечательно. Они работают на биткоинах, потому что биткоин тоже претерпел изменения. И теперь биткоин, ровно так же, как и эфир, может создавать смарт-контракт. Платформа Degarty. Те, кто был с нами во время, был в прошлом году с нами в проекте NFT-елка, знакомы с этой платформой. Эта платформа русская, создана в прошлом году, специализируется на классическом русском искусстве и принимает биткоины. Следующее, про что я хотела прям отдельно рассказать, это про платформу Rarible. Rarible – платформа, которая появилась в 2019 году. Чем она интересна? То, что на этой платформе она не привязана к какой-то к одной валюте, к биткоинам, к Trezor или к эфириуму. Здесь есть разные варианты. Но опять же, смысл весь абсолютно одинаковый. Вы можете использовать абсолютно… Вы можете покупать различное искусство и ровно так же предлагать различные виды своего искусства. Ну, видите, все вполне классически. То, что обязательно идут рейтинги продавцов. Вот видите, Борик Панда Яхт – это, наверное, один был из лидирующих проектов, который заработал больше всех денег. Создали такую обезьяну, которая во всех… Очень много разных изображений. Ну, вот появился новый лидер, который сумел заработать 4 тысячи эфиров. Эфир на сегодняшний день стоит где-то порядка 2 тысячи долларов. Ну, это достаточно… Один эфир – 2 тысячи долларов. Вот, соответственно, сами посчитайте, сколько… На какую сумму человек с ником Рэгна продал своих NFT-шек. Видите? Вот такие замечательные… Замечательные картинки. Ну, собственно, да, Рэрабл – это очень интересная площадка. Интересно хотя бы потому, что её создали два парня, которые закончили высшую школу экономики в Москве. И в 2019 году они сделали свой первый LTV, ну, вот первую модель, которую презентовали портфельным инвесторам и получили на первом же посеве порядка 2 миллионов долларов от некоторых фондов, которые вложились в этот проект. На сегодняшний день, вот по оценкам в марте 2021 года, платформа стоила… То есть она привлекла ещё инвестиции, уже начала зарабатывать и получила порядка 6 миллионов за счёт комиссий. Ну, на сегодняшний день её капитализация этой компании… Она ещё не вышла на IPO. И её капитализация оценивается, ну, где-то, наверное, порядка 200 миллионов долларов. Вот, 50 тысяч. И 500 миллионов. Так что, учите математику, либо учитесь… Вспоминайте этого замечательного человека, который создал NFT-шки и продал их на 4 тысячи эфиров. Либо раскручивайте, создавайте крутые коллекции, раскручивайте их на платформе Rarible. Ну, собственно, да. Будем мы говорить про OpenSea, потому что на самом деле это одна из самых дружелюбных, friendly абсолютно, платформа к новичкам. Основана в 2017 году, и на сегодняшний день это, наверное, номер один платформа по продаже NFT-шек. То есть продаются не только там картины, digital, продаются различные предметы для коррекционирования, продается музыка, продаются фильмы, продаются игры. Вот все, как я говорила, все, что можно оцифровать, продается на этой платформе. Для новичков это идеальное место, чтобы попробовать вообще, как все работает, научиться коммуницировать с потенциальными покупателями и понять вообще свою стратегию, что же вы будете делать в мире криптовалют. Собственно, да, с чего нужно будет начать, дальше будет видео, где вы это посмотрите, нужно будет оформить профиль. Традиционно. Ваш правильно оформленный профиль это ваш правильно оформленный профиль. По профилю люди судят, кто же продает работы. Учтите, я уже говорила про психологию людей, которые покупают NFT. Они, да, они покупают все для того, чтобы потом перепродать. Да, для них это все инвестиция. И они должны быть уверены в том, что ваши работы – это хорошая инвестиция, у них хорошая инвестиционная привлекательность. Поэтому они внимательно изучают профили. Поэтому постарайтесь красиво оформить свой профиль. Не забывайте о том, что есть большой баннер и его размеры 1400 на 400 пикселей. Это сложный размер, и нужно вот прям подготовить, сделать его красиво. Можете, если у самих не получается, это нормально. Просто заказать на том же самом кворке, чтобы вам помогли разработать яркий привлекательный профиль. Не забудьте про логотип, и сразу же перед регистрацией подготовьте свою краткую биографию. То есть биография реально должна быть краткой, не более 200 знаков. То есть вы должны просто вот как слоган, как чеканная речевка, у вас должна быть ваша биография, чтобы сразу же прочли, восхитились и начали внимательно изучать коллекции, которые вы представляете. Собственно, да, почему еще OpenSea? Почему мне нравится эта платформа? Потому что как раньше все работало? Для того, чтобы, и я говорила, кстати, про это, чтобы заментить работу, нужен был газ. То есть вы как бы сразу же платили комиссию за то, что вот происходит вообще, создается этот блокчейн. OpenSea, одна из первых платформ, вела такую функцию, которую назвала LazyMint. Это когда вы создаете свою работу, она появляется на платформе, все записано в ней, вы ни за что не платите, вы будете платить только тогда, в момент, когда это будет продано. И что происходит? Вы все подготовили, в принципе, у вас все готово, есть смарт-контракт, в котором все записано, но это все лежит на платформе OpenSea. Эта работа еще не вышла, вот в блокчейн большой. И поэтому, когда вашу работу покупают, снимается комиссия за газ, за транзакцию. И это значит то, что моментально ваша работа переходит в блокчейн. То есть она как бы оплачивается и сразу же уходит в большое плавание. Сразу же все фиксируется. На самом деле это очень удобно, особенно когда вы делаете большие коллекции и кажется, что, ну, там какие-то небольшие деньги, но небольшие-небольшие, если коллекцию вы хотите заминтить большую, сумма получается уже достаточно ощутимой. Поэтому вот плюсы OpenSea – это их фича Lazy Mint. Да, в Rarible тоже это есть. Собственно, так как они появились позже, то первооткрывателями и вообще первыми, кто внедрил это, были Lazy Mint. Да, про комиссию. Комиссия, которая берет с продаж площадка, составляет 2,5%. У Rarible – это 1%. Так что, ну, платформа раскручивается, им интересно привлекать авторов, поэтому у них идет сниженная комиссия. Собственно, да. Что вообще нужно для Mint? И, кстати, это не только… Эта схема работает не только для OpenSea, а практически для любой платформы. Но прежде всего регистрация, как вы могли заметить, идет не по заполнению профиля, а по криптокошельку. То есть вы должны первым делом привязать свой криптокошелек. Собственно, да, вы уже открыли MetaMask, поэтому для OpenSea MetaMask подходит идеально. Затем нужно создать коллекцию. Коллекцию, вот вашу первую коллекцию. Помним о том, что работы должны быть недорогими, они должны быть вот как бы привлекательными для того, на пробу, чтобы покупатели начали, распробовали ваше искусство и стали коллекционировать. Затем вы создаете коллекцию, загружаете работу. Ну и, собственно, после того, как вы ее загрузили, вы ее начинаете… Да, здесь нет этого пункта, но прям заранее скажу. Начинаете активно рассказывать о том, что вы загрузили работу и она будет совсем скоро залистена, пройдет листинг, и ее можно будет купить на OpenSea. Да, не забываем, что Mint – это еще не значит, что работа опубликована. Чтобы она была опубликована, ее нужно залистить. Ну и в завершении, и дальше мы перейдем уже просто вот уже к пошаговой регистрации с видео, сразу же предупрежу, OpenSea, вот бывает так, что-то и пошло не так. Что нужно сделать? Семь шагов, которые нужно проверить. Если вдруг что-то происходит и вам выдает сервер ошибку, значит, проверьте, не включен ли у вас VPN. OpenSea не работает с VPN. Проверьте, используете ли вы последнюю версию Chrome или Firefox. Кстати, сами разработчики этой платформы не рекомендуют использовать мобильные устройства. Правда что? Вот, не рекомендуют. Думала, что отключу. Не получилось. Значит, не рекомендуют использовать мобильные устройства. Следующее, что нужно проверить, если вдруг что-то не работает. У вас открыта одна вкладка с OpenSea. Потому что часто бывает так, что открыты несколько вкладок с одним и тем же сайтом. Поэтому закройте все сразу. Пусть будет открыта только одна. Еще, опять же, если вы все это сделали и не работает, проверьте следующий более сложный момент. Проверьте все расширения вашего браузера. Соответственно, нужно отключить все, кроме кошелька. Да, даже Google Translate или блокировщики рекламы отключайте, потому что часто эти расширения мешают работать нормально криптокошельку. Опять же, если пять шагов вы прошли и ничего не помогло, попробуйте просто очистить кэш. Ну, и если это не помогло и у вас опять выдается ошибка, просто тогда поменяйте другой браузер. Ну, или другой компьютер. На этом все. И готовьте биографию, все файлы для оформления профиля и вашу первую коллекцию. Совсем скоро мы начнем ее минтить и листить. Субтитры создавал DimaTorzok